Приветствую вас. Во-первых, нужно сказать, что страх смерти себя и близких нельзя просто впустить, как вы говорите. То есть, что значит впустить? Если вы страх впустили, значит он у вас уже был, значит он у вас уже появился. Нет, конечно, может быть такая история, что вы чересчур внушаемый человек, и в таком случае вы просто оказались под воздействием некой идеи, которую увидели, допустим, ну, к примеру, в какой-нибудь передаче, в кино или где-то ещё. Но мне, если честно, задумается, что у вас страх изначально уже какой-то был. Либо что-то повлияло на его появление у вас, либо даже если вы его впустили, то, как вы сами понимаете, если что-то впускаешь, значит это что-то, ну, какое-то время обитало, да, где-то на периферии. И если оно обитало где-то на периферии, ну, получается, наверное, что оно уже всё же появилось. По крайней мере, так мне эта вся история видится. Поэтому, с тем, как вы понимаете для себя, собственно, наличие страха, да, как вы понимаете для себя его, условно говоря, существование, ну, это момент достаточно спорный, мне кажется. Вот, и тут, на мой взгляд, желательно всё-таки более подробно разобраться, как, вот, как, ну, как конкретно у вас он начался. Это первое. Второе, второй момент, который я хотел бы до вас донести, заключается в том, что страх смерти себя и близких не возникает на пустом месте, не возникает он просто так, то есть, если он появился, значит, у этого есть какие-то причины. И здесь, конечно, мы можем говорить о природе любого страха, который заключается в наличии определенного желания, в частности, страх смерти. Это в обобщенном виде страх смерти представляет из себя, с одной стороны, страх неопределенности, то есть, неопределенность в жизни, невозможность ориентироваться на себя при каких-то вот решениях, при принятии каких-то решений и так далее и тому подобное. С другой стороны, речь идёт о том, что вы чувствуете себя несколько не свободно. То есть, с другой стороны, страх смерти себя и близких означает, как бы это было, например, вам, возможно, неприятно, страх близкий к смерти означает, что вам достаточно тяжело живётся. То есть, вы чувствуете в определенной степени какое-то давление на себя и вам это давление не нравится. И ваше, таким образом, подсознание пытается освободиться от этого самого давления через желание смерти, как единственный способ, как единственного способа избавления от давления. Просто потому, что ничего иного, вот именно иного, да, иного, вы не видите для себя, к сожалению. Вот. То есть, момент здесь в этом смысле достаточно определённый. Что касается того, что вы боитесь потерять близких, то здесь, с одной стороны, опять же, эти самые близкие могут на вас оказывать некое давление на вас, эти самые близкие могут оказывать некое такое вот негативное воздействие, с одной стороны, а с другой стороны, речь идёт о том, что вы слишком слишком сильно, что вы через чур, возможно, зависите от этих самых близких. То есть, ну, просто вот есть такая чрезмерная зависимость от них, чрезмерная зависимость от близких. И тогда, в таком случае, можно вести речь именно о том, что ваше взаимодействие с ними, с близкими людьми, я имею в виду, ну, далеко не самым лучшим образом складывается. И его это самое общение, это самое взаимодействие нужно корректировать. И чем лучше, например, будет проведена подобная корректировка, тем лучше будет для вас, тем лучше будет вам, тем спокойнее вам будет и так далее. Иногда страх смерти свидетельствует о том, что у человека отсутствует смысл жизни. То есть, как бы, смерть, это естественно. История смерти, это естественный, так сказать, конец человеческой жизни, по крайней мере, известный человеку. Вот. И, соответственно, ну, если это естественно, то такова природа, да? Такова природа человеческих, ну, человеческого существования. Но вы, получается, в силу ряда причин, отвергаете эту самую природу, считаете, что ее быть не должно. И вот то, почему вы считаете, что этого быть не должно, на мой взгляд, достаточно серьезный вопрос, да? То есть, и он может быть поднят только в том случае, если, кроме как смерти, у вас нет никакой больше мотивации жить. То есть, вы боитесь смерти, потому что не живете. А не живете вы, потому что у вас нет смысла. Вот. То, что я сказал, не является истинной последней инстанцией. То, что я сказал, не является какой-то вот такой, ну, условно говоря, панацеей, да? То есть, то, что я сказал, является, скорее, некими, некими такими общими зарисовочками, именно общими зарисовочками, то есть, это именно общие зарисовки возможных проблем с вашей страной. Я ни в коем случае не хочу сказать, что у вас именно то, о чем я говорю. Вполне вероятно, что речь идет о чем-то другом. Вполне вероятно, что у вас есть свои какие-то причины, которые могли послужить тому, что вы, ну, испытываете эти самые проблемы. Возможно, вас что-то травмировало, ну, вот, в жизни, что вы начали бояться. И тогда можно говорить о том, что то, что вы чувствуете сейчас, допустим, не что иное, как следствие приобретенного комплекса, который у вас появился в результате именно неких травм, да, некой травматичности. Поэтому здесь, на мой взгляд, конечно, нужно изучать и исследовать вашу ситуацию более подробно. Но пока что я могу выделить вот такой примерно аспект. Я могу выделить такой примерно момент. Мне кажется, что именно на это вам желательно обратить свое самое пристальное внимание. Вот, потому что это очень важно. Потому что это очень важно именно вам. Вот, ну, для лучшего, так скажем, понимания, да, для лучшего понимания своей ситуации. Вот. Мне думается так. Мне думается, что такой вам можно, в принципе, дать ответ. Исходя из того, что вы написали. Вот. Значит, так. Паранойя постоянно думает о плохом. Ну, опять же, если вы думаете постоянно о плохом, то речь идет именно о навязчивых мыслях. Если мы говорим о навязчивых мыслях, то это требует также корректировки. Это требует именно корректирования. Потому что навязчивые мысли – это результат определенных желаний, которые вы в себе подавляете по той или иной причине. Вот. Вот. Примерно так. Уникального способа и средства избавиться от данной проблемы нет. Вот. Так что нужно более подробно с вами пообщаться для того, чтобы вам помочь. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи! Удачи!